оба всем привет на диванчике решили с вами пообщаться еще раз вроде картинка была неплохая свет ничего такое и это самое в общем есть время на самом деле не в машине чтобы записать без посторонних шумов там без всего этого дела микрофон это потом да значит тема щепетильная сразу говорю кому она не нравится многим она не нравится это я понимаю прекрасно сейчас на ютубе очень много разборок разного уровня да и разного там толка до переключайтесь выключайтесь так далее значит мы поговорим об обсирание скажем так нас до других каналов не хотели мы эту тему затрагивать мы коснемся кратко не коснуться мы не можем потому что мы не злопамятные но мы злые память у нас хорошая а со своих с некоторых каналов нас постоянно поливает грязью не стесняясь на стримах не на стримах и периодичностью знаете прям вот но не раз а вот но постоянно постоянно вспоминать самое главное что было бы за что в принципе мы вот не понимаем чем заслужили у такого отношения и поэтому мы сегодня немножко коснемся этой темы правильно начнем мы с одного товарища которого уже все знаете прекрасно это сказочник из кирова не сказочник он наверно ну просто смешной человек клоун наверно он кто он еще да вы знаете он сам делает все чтобы полностью себя дискредитировать но вы наверное смотрели его ролики про защиту маркорм да как он там нас обзывал это вы смотрели и поносил человека ну да но кто-то смотрел кто-то из вас даете ты человеку привет вы смотрели короче говоря там у нас немножко так скажем оскорблял поносил нам на это вообще параллельно но самое удивительное потом когда он будет говорить что значит у него яйцо не берут я просто хочу сразу проговорить человек делает сам все чтобы полностью дискредитировать себя и чтобы покупать у него инкубационное яйцо было как говорит молодежь зашква да вот кстати говоря про инкубатор скажи почему мы не согласились на рекламу уфибарса нам предложили покажу вам письмо значит рекламу эту кстати предоставить инкубатор исключительно вот в рекламных целях то есть там так по-моему прописано что в рекламу для обзора а рекламу да мы ничего мы не мы никак и больше человека мне не разговаривали некие договора не подписывали не читали ну скорее всего это когда как-то было бы так что мы должны были говорить о нем хорошие ну потому что это реклама это не просто там обзор а реклама то есть критика там не привязывали на плюшую вот и ситуация такая что ситуация в следующем мы отказались от этой рекламы и не стали дальше даже обсуждать с человеком возможности рекламы этого инкубатора не потому что он плохой паси господь нет возможно что он вообще отличный идеальный и мы не знаем мы не пробовали никогда и вообще глаза его не видели вот но один из первых моментов что это рекламная компания то есть мы уже заведомо должны будем говорить то что нужно а мы не говорим то что нужно ребят никогда и нигде какая бы цена вопроса не было мы не говорим что нужно даже можете для другие рекламодатели даже не обращаться к нам с этим вопросом мы говорим то что будет по факту на самом деле но зато вы, наши зрители, будете оценивать это именно так, что если мы что-то вам посоветовали, значит, мы как минимум 100% уверены для себя, что это качественный и отличный товар. Мы можем заблуждаться, но мы не можем вас обмануть. Понимаете, это разные вещи. Вот. И этот Уфи Барс, значит, написал нам ну там две строчки буквально письмо, а поговорить. Но в нем было упомянуто слово реклама. И мы поэтому сразу его пропустили. И более того, мы посмотрели, конечно же сайт этого инкубатора, да? Производители да, и там ролик был выложен этого самого товарища Киров Бройлера. Вот. Ну а пачкаться, как бы уже что-то рекламирует то, чего он коснулся, мы не хотим. Мы рядом с ним не будем стоять в одной линейке. Сейчас у него появились эти самые конкуренты, да, по вранью вот на ютубе есть такие. Ну там более тонко они так это заувалированно привирают. Но все равно, как бы, если он рекламирует этот инкубатор, мы не станем его в своем хозяйстве использовать в любом случае. Так же, как чтобы у нас не было. Вы знаете, да, у нас вообще критичная история с инкубатором. Нам он нужен вот так. Потому что у нас в Блицах, ну это вы совсем совершенно понимаете, что при нашем городе это сложно. Да, а сделать самому я понимаю, что я не успею. К сезону это все очень-очень такая тема для нас была бы вкусная и полезная. Но вы знаете, всему есть своя цена. Цена стоять с ним на одной полке, это ни в коем случае для вас неприемлемая цена, так скажем. Поэтому на нас... Хотя, может, он человек-то хороший, мы же его личные качества не обсуждаем. Просто его поведение на ютубе говорит немного о другом, наверное. В последнее время в ютубе очень часто стали встречаться ролики всяких продажных тварей, блогеров, которые врут маговую. Такие уроды есть, которые рассказывают людям всякую ферню, что что-то не так. Поэтому хочу рассказать свое мнение, противоположность об этом корне. Но просто люди не знают, о чем говорят. Поэтому, мне кажется, просто будто какую-то фигню прогоняют, в ютубе. Наверное, опять каким-то дрянем продажным деньги заплатили, и они всякую фигню гонят. Я в завод не занимается никакой подделкой. Докажу вам, что там везде все мешки прошиты, потому что я всегда обращаю внимание на это. Я никогда, ни разу не встречал там такого. И те, кто там пищат, визжат, что вот этот завод подделает, я думаю, это просто от вымогательства завода денег. Очередные лохотронщики, может быть, даже сами перешивают. Так что... Так вот, палиться даже на ровном месте, не изучив вопрос, не посмотрев конкретно видео, что Маркор признает свой косяк, и вот такую фигню выпустить. Но это надо талант иметь, конечно. Ладно, все, хватит о нем. И так слишком много мы о нем говорим. Мы о другом персонаже хотели поговорить. Ну и отгадайте, кто еще постоянно употребляет наше имя в негативном ключе, со стабильной периодичностью. Причем уже на протяжении довольно-таки длительного времени он даже ролик нам посвящал целый. И через один какой-то промежуток времени своего творчества упоминал нас периодически. А на последних стримах так вообще постоянно разговаривать. Стримы о нас. Очень мило. Мы сами не можем сделать стрим, вот человек делает стрим о нас. Очень-очень трогательная. Когда-то между нами с пиццей домашней был диалог. Диалог заключался в том, что комбикорма содержит антибиотики. Вот такой вот разговор. И, соответственно, пицца нам говорила о том, что антибиотики, корма, которыми он и его товарищ пользуются, не содержат. На тот момент мы уже общались с сыстрой. На тот давнейшний, первый момент. Мы кормили сами истры и начали ковыряться в этом вопросе, потому что сертификат мы никак не могли паспорт качества взять на торговой точке, и нам пришлось задавать вопросы непосредственно производителю впрямую. Ни на сайте, ни на этикетке, соответственно, вы сами знаете, там ничего не указано, и даже намека нет на то, что используется антибиотик и коксидиостатик. Мы спросили впрямую, и нам рассказали, что оно, это дело, все используется. Так как паспорта качества мы найти не могли, в итоге, в общем, мы сделали вывод о том, что компания, ну, не очень сильно публично заявляет о том, что она использует государственные препараты. В ПК-5, по-моему, в ПК-6, там я не помню, на тот момент, по-моему, ничего не было. до смены рецептуры. Ну да, говорили, что... Спор был об этом. И, как бы, нам этот товарищ, не очень сильно ответственный за свои слова, сказал о том, что делайте видео, да, и я вас поддержу. Не могу сказать, что это было стимулом для вас сделать видео. Я распространю ваши видео. Ну, неважно, то есть, ну, понимаете, в чем заключать слово поддержу, да? Вот. Не скажу, что это для нас стало прям вот двигателем, что мы сейчас тут надорвемся, сделаем видео, и, значит, нас кто-то там пропиарит. Мы уже на тот момент имели определенное количество подписчиков, то есть, у нас видео все равно выходило на какой-то уровень, и хорошо сделанная работа, она сама по себе подразумевает, что так или иначе это видео вылезет. Потому что, ну, люди смотрят, оставляют комментарии, и все это, в общем... Мы начали эту деятельность для того, выяснение про комбикорма, чтобы самим лично выбрать комбикорм для себя. И, так как мы не из робкого десятка, мы люди задаем вопросы напрямую, напрямую производителем, мы вам показывали, в общем, все эти видео и с переписками, с доказательной базой. Мы делаем ссылки на некоторые из сайтов, из вырезок, из статей, из публичных выступлений разных людей. Не потому, что нам хочется, чтобы вы... Мы знаем этот момент, выясняем его с точки зрения тысячи разных источников. Но для вас мы предоставляем тот источник, который будет максимально проще и понятным языком излагать эту же мысль. Понимаете? Дальше, впоследствии, мы общаемся с его... Даже не знаю, как его назвать-то. Последователем. Наверное. Последователем Авицены мы общаемся. Который, кстати, заметьте, с 2017 года первый раз в руки птичку взял. И он же очень то же самое любит нас уткнуть, что у нас нет опыта. Это самое прекрасное слово, которое только может быть. Слово опыт. Из уст человека, который чем-то занимается... С тремя курами. Да, до трех лет. Понимаете? Ладно бы нам действительно кто-то опытный сказал, да у вас нет опыта. Заметьте, опытные люди никогда нам этого не говорят. Понимаете? По поводу опыта здесь такая очень субстанция абстрактная. Можно школу экстерном закончить, а можно двоечником ходить в нее еще плюс пять лет. Грубо говоря, понимаете? И опыт вы приобретаете за год на пяти курах или опыт приобретаете за год на ста пяти курах. Это немного разный опыт будет. Ну и там и способности у людей разные, как бы. И вот это вот подвякало, оно тоже все время подпевает в этом ключе. С 2017 года, держа одну курицу. Который обосрался, кстати. Он обосрался, но никто этого не признал. Воменте, где он вступил с одним блогером в переписку. И, значит, меня это очень позабавило. Вячеслав поднимает птицу на ПК-5 преми-корма, и, значит, ему блогер указал, что в этом комбикорме содержится антибиотик. Антибиотик, на что Вячеслав как бы показал, указал на паспорт, на удостоверение качества и безопасности продукта, где антибиотик не содержался. Значит, блогер показал такой же паспорт, где было написано, что содержание антибиотика в корме есть. И на основании сделал вывод, что Вячеслава недостоверный, некачественный, а ему, вот этому блогеру, не пойми кому, не пойми куда, с завода прислали документ чуть ли не для внутреннего пользования, в котором дурачки, идиоты сами себя дискредитировали и выложили информацию, где было прописано содержание антибиотика. И, значит, на основании этого этот блогер сделал вывод, что нас обманывают, вот в массовую, в розничную реализацию идут документы, где это не пишется, не указывается, а вот им, не пойми кому, присылают документы настоящие. То есть, идут на подобные ухищрения. Олег Александрович, правильно? Да. Преми-корм, да? Правильно я говорю? Да, да, да. Олег Александрович, простите, удобно разговаривать? Я просто покупатель вашей продукции. Да, удобно, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, мы с вами общались по письму, по переписке, но это, в общем, не столь важно. Вы прислали мне паспорта качества на продукцию для бройлеров ПК-5, ПК-6, для розничной, которые у вас в розничной продаже. И как бы мы с вами общались, все, и вы мне написали, какой там используется кормовой антибиотик, и он же указан в сертификате. Ну, как бы все вообще без каких-то вопросов. Но дело в том, что вот есть сервер, агросервер, по-моему, называется, и там сертификат вас выложат без этих препаратов. И вот у меня что-то закралось сомнение. Я правильно поняла, что тот сертификат, который вы мне прислали, в общем, действителен? Извините, пожалуйста, да, вот у нас на агросервере. Дело в том, что я создавал эту страничку с нашими старами в том году, это было в августе месяца. У нас сейчас дело в том, что с Нового года поменялась немножко рецептура, и вот те сертификаты, которые я вам отправлял, они как раз актуальны. Хорошо, что вы сказали, я обязательно сейчас все еще раз перепроверю и поменяю вот эти вот качественные, потому что дело в том, что раньше у нас была немножко другая рецептура, вот именно для стартеров. Сейчас мы немножко видоизменили, добавили вот этот кормовой антибиотик, потому что, ну, скажем так, некоторые клиенты просили, чтобы вот добавляли его, потому что птица была очень слабая и бывала птица. Производитель прими корма сам сказал, что он забыл заменить паспорт качества на торговой площадке и последние полгода добавлял антибиотик в ПК-5, которым, говорим, кормил свою птицу на протяжении всего этого полугода и вам советовал с антибиотиком. Точка. Все, что вы говорите о нас, полностью, абсолютно подтверждаемая херня. Начиная от опыта, у меня опыта ну раз в сто больше, чем у вас, потому что я в месяц бью столько кур, сколько вы в год. Я вижу, что такое увеличенная селезенка, что такое непроходимость зуба, что такое некроз тканей, что такое зеленая печень. Я знаю, от чего она бывает, от чего не бывает. Я даже знаю про все те заболевания, которых у нас никогда не встречалось, чтобы быть готовой к этому. Ты прямую кишку не заталкивала никогда. Пальцем заняться. Но прямая кишка у нас тоже попадалась. Ну, не хватит мозгов, не говорите, что это геморрой. Потому что это геморрой, не пропадение яичной. И что организм человека похож на построение на организм курицы. Мне это особенно нравится. Мне становится страшно за нашу медицину, предполагаю, что у вас в семье медики. Вот вы знаете, с утра просыпаюсь, как насмотревшись роликов, насмотрюсь роликов, пить это домашний, с утра просыпаюсь, то зуб ломит, вообще не могу, то клака выпадает. Прям беда просто, понимаете? Вот честное слово. Уж не говоря о том, что там гребень чешется просто постоянно. А, конечно, одинаковый организм. У нас тоже отсутствует мочевой пузырь, понимаете? Все одинаково. И пища проходит через два желудка. Просто не вижу разницы. Так как вы, видимо, ее совсем не видите. Вы говорите, она белая, черная, она черная-белая, особенно, что касается нас. И всегда, когда наше имя употребляется где-то у вас в чатах, в стримах, вы все время почему-то кашлять начинаете истерически. Успокойтесь, нам абсолютно плевать на вас. Вы такой же абсолютно свистун, как и того, с кого мы начали видео наше. Смысл в том, чтобы вкладывать антибиотики в корма и при этом еще не говорить об этом. Мало того, что за это предусмотрена административная ответственность. Я не помню, по какой статье. Это значит несоответствие состава заявленному на этикетке. Ответственность не уголовная, а административная. Там накладывается штраф, по-моему, до несколько сот тысяч рублей. Потом, значит, у предприятия отзывается лицензия на производство данного вида товара, приостанавливается, естественно, если лицензию отозвали, приостанавливается его и надо было просто разобраться немножко в специфике работы комбикормового завода. Но не зная этого, делать такие громкие заявления, по крайней мере, но это похоже больше на пук. На своих стримах вы ничего не знаете вообще ни о чем. Это что касается опыта. Зеленая печень, да вы что? Водянка, да не бывает. Вентиляция. Это самое, этот самый, некроз ткани зеленый. Что это такое? Я не знаю, почему это. Эльвира. За кадром. О, да, Эльвира. Никто ни хера ничего не понял, но Эльвира, да, однозначно. Эльвире надо хватать вас срочно и в клинику тащить, потому что авиационно это пока лечится, а вот Наполеону же вряд ли. Понимаете? Надо как-то, ну, свои возможности действительно оценивать по правильному какому-то, по правильной линейке, шкале оценок. Понимаете? У меня руки растут из плечей. Как вам заявление? Это постоянное, частенько употребляющееся заявление, что у него руки растут из плечей. Может быть, поэтому маечки носят, что все видели, что у него руки из плечей растут, они из жопы отходят, они на самом деле-то растут. Понимаете, как показать говносара и из него говновытяжку и сказать, у меня руки растут из плечей, ну, может, только человек, наверное, просто до больного в себе уверенный. Все эти бесконечные опыты великого птицевода, пицца домашняя на трех курах очень мне всегда приятно. Последнее мне нравится вот это, где мама норка, папа бобер. Гибридом по местным курочкам, по местным цыплякам, метисом, как хотите их называйте. Да, мама фокс, папа кроллер. Это мама марина, папа кроллер. Я тебя объяснил? Это, это метис. 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 А папа кто? Папа норка, мама бобера. А, понятно. К чему это? Вы понимаете, да, что такое селекционная работа? Производится селекционная работа над очень большой партией птиц, не над очень большой, но я думаю, что не меньше ста уж, я думаю, даже... Да, как бы женщина. Да, и там уже смотрят какие-то признаки, стандартно передающиеся, не передающиеся, передающиеся, но плавно меняющиеся, не постоянно передающиеся. Ну, там очень много, это большая, великая работа селекционеров, и эти труды, ну, так как человек книги не читает, он, в принципе, не в курсе дел. Эти труды, они годами нарабатываются, не на одной, на многих партиях, и не на трех головах, а на 15 головах, тысячах голов, чтобы последовательность признаков наследования была четко установлена, закреплена. Только тогда ты можешь рекомендовать кому-то или еще что-то, и этот признак, выработанный в схеме этих действий, очень долгих по времени, будет называться какой-то селекционной работой. Когда вы скрестили одного гибрида с другим и получили что-то непонятное, еле стоящее на ногах в количестве трех цыплят, то это развлекательный контент. Понимаете? Мы развлекаемся, у нас 70 таких смешанных птиц. Амерлукана с кученкой, амерлукана с мини-мясной, будет мини-мясная, голубые яйца несет, не первый раз мы его водим. У нас есть и кученки с лососевым сидят, и кого только нету, мы не можем вам это показывать, потому что это будет развлекательный контент, но мы не хотим этим пока засорять вам голову в любом случае. У нас 70 штук. Почему? Потому что вы не повторите этого. Это не закрепленный признак. Мы не можем вам это говорить. Как если вы вырастите амерлуканом, вырастите мини-мясную, скрестите, у вас не факт, что получится то же самое, что у нас. Повторят, посмотри, сколько последователей на инкубационное яйцо там бройлеров оставило, да? Кстати говоря, помните, как, что вы скажете, когда у меня все получится, и я вам посчитаю, и вы поймете, Дима, ты не учел там чего-то, и вы поймете, что здесь другая арифметика, и это вообще золотое дно. Я завалю весь, всю Казань инкубационным яйцом. Для тех, кто уже поторопился посчитать стоимость содержания материнского стада, вот я замечу, Дима, зря ты поторопился, ты не учел один существенный нюанс, которым я не буду говорить, и даже в комментариях я его не стал писать. Я сказал всему свое время, значит всему свое время, не бегите вперед паровоза. Так вот, вот я один существенный нюанс не учел, и значит блогеры, птицеводы, те, кто сидит на торговле яйцом, или те, кто с ними аффилирован, уже начали там радостно метать икру. А мои подписчики, я смотрю, там погрустнели, значит такой вот тон у них, значит такой пессимистичный появился. Нет, ребята, все не так. Там стоимость инкубационного яйца от своего родительского стада, она нормальная и гораздо выгоднее, чем стоимость покупного. Не надо вдаваться в расчетах, там в какие-то дебри, куда ты ушел. Все не так, короче. Чтобы Бима чего-то не учел. Что, 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 что вчера? Вам еще 5 лет растет. Постой, постой, постой. Что, что, что вчера там сказали? Мы убираем все поголовье? Как? А как же инкубационное стадо бройлеров? Как же? Как же яйцо? Как же те последователи, которые сейчас, не разгибая спину, говно за ними чистят и ждут вот так вот с плошкой? Это яйцо инкубационное. Платят, затопление платят. Где же оно, мои любимые? И пишут там иногда робко в комментариях, Ренак, что-то у меня это, не особо несутся. Или не несутся. Да, или несутся. Или яйцо с двумя жутками. И мне нравится в последних этих стримах уже так, ну вы знаете, я вот как бы тоже только вот экспериментирую, то есть это уже прошло вот это вот. Что вы скажете, когда я, вы знаете, там вот может быть вы перекормили, может быть они зажирели, может быть пока один надо было. Опаньки. А что ж тогда мы, где вот это все? Вы сами себя выставляете идиотом. Так вот, касаясь расщепления, где вы будете, если даже мое второе поколение со свежей кровью не покажет никаких отклонений от нормы. Куда вы все пойдете? Понимаете, в чем дело? И делайте так же, пожалуйста, потому что вот я просчитал себестоимость инкубационного стада, я же алиценна, как раз в этом видео. Кстати, с арифметикой там вообще труба. Свои же цифры неправильно сложил, но там это мелочь жизни. Там куры, которые выросли вместе с вашим стадом, оказывается, должны быть проданы. И окупить это стадо до 45 дней, потому что они же не одни росли. Вы же там продали часть, что там, да? А если на курах, это говно этих кур за сарай вытащить и еще коноплю посадить, то у вас вообще материнское стадо может 10 лет жить бесплатно. И может вообще не нестись. Не важно, у вас другой вид бизнеса будет. Вот это вот хрень пропихиваемая, как что-то прям нововведение, которое «О, Авиценна воскликнул, говорим». Я обратил его внимание на два существенных, как мне кажется, нюанса, которые он пропустил, видимо. И вот потом он опять впустился в расчет и перезвонил, сказал «Авиценна, все действительно так, как ты говоришь». Бройлер не стерилен! Боже мой! А кто утверждал, что он стерилен-то? Все резали бройлера, все видели, что у него есть. Бройлер воспроизводится сам в себе! Правда, что ли? Да у нас в деревне бабка воспроизводила, да, сама в себе. Несколько лет они просто в воробьев, в воробьев превратились там. Вот так вот. Бабка накапливает в пенсии, еще четыре сетей, и покупает новых. Да, все. В чем миф-то? Какие миф-то вы разрушаете? Вам придуманные? Разрушьте один-единственный миф, что все качки дебилы. Перестаньте говорить ерунду. Вот и все. И касаемо комбикорма, тоже сейчас интересная такая метаморфоза произошла на канале, когда вам буквально недавно говорили кормите ПК-5 до забоя. Результат вот такой. Сейчас что говорят? Что-то жена не особо мясокоску в мясе любит. Ну вот мы сейчас в последнее время решили пару недель на зерносмеси. Ну там, да, вот последний раз там что-то варили головы, ноги и вот это. Где хожи сзади. Где хожи сзади. Где хожи сзади, да, у вас-то курс там нету, чтобы столько, наверное, это... Роскошь такую. ...наковырять, да. Ладно. Ну вот, кстати, вот этими бульонами, да, все бабушки наши еще выкармливали тех еще броверов, да, как бы это уже, это старый метод, очень хороший. Нет, это нововведение. Нововведение, да? Конечно. Это птица домашняя? Да. А. Она разрушает мифы и легенды, и это нововведение. Извините, мы тогда примем на вооружение, ничего, что мы до этого делали уже два года, ну хорошо. Вот. Еще раз прими. А, еще раз приму, вот. Так что, видите, как смотрите, уже оказывается и ПК-5, ну, кормите там, чтобы если вдруг не было антибиотиков, а так вообще, на всякий случай, чтобы потом нас не прикинули, мы сейчас тоже это самое начали кормить зерносмесью. Хотя буквально полгода назад ПК-5 до забоя. Значит, производитель сменил какую-то мясокоску. Тогда супруга не чувствовала, а теперь почувствовала. Ну, возможно. И второй еще момент. Когда человек показывает, как он делает зерносмесь, не когда он клоуном выряжается в штанишках растянутых. Это, конечно, очень смешно, но есть таких дурачков на канале в телевизоре очень много, можно там смотреть. А здесь показывает, что он в зерносмесь добавляет мясокоску. И говорит, сколько? Зачем? Вашей жене супруге не нравится мясокоска в корме, в комбикорме? Зачем мы добавляем зерносмесь? Я обычно, если взять это ведро, сыпанул где-то треть этого ведра и потом сверху, допустим, вот как рука ляжет, даю жмых, примерно столько же мясокоски, примерно отрубей, столько же, также травяной муки, ну и сои. Вот примерно дальше все кидаю в одинаковые пропорции по горсти. Там происходят очень тонкие метаморфозы, кто следит за его творчеством, а мы следим за его творчеством, он не следит за нашим творчеством, но знает практически все о нас, вот этот талант, я не знаю, говорим там что ли мы это самое, а что ты пишешь? Конспектирует? Да, вот, а мы следим, да, мы говорим, мы должны знать, что там вещают, как бы нам интересно. Имейте в виду, мы все видим и знаем, кто о нас и что говорит, кто о нас и что пишет, кто подмахивает именно с очень большой и с приятной любовью. С большой амплитудой. Понимаете, это конечно ваш выбор личный. Но потом не приходите к нам на канал и не спрашивайте советы никакие. Ну это как-то, знаете как, у вас как, знаете, хорошая мина при плохой игре. Вы там решили нас пообсирать и прийти к нам спрашивать советы, что с вашей птицей. Не надо этого делать. Потом не удивляйтесь, почему мы можем не ответить. Просто не ответить, пока. Если у меня в жизни встречается такая история, когда человека обсирает меня с ног до головы где-то там, а потом приходит ко мне зачем-то, я могу физически нарушить его спокойное состояние. Понимаете, на ютубе мы как бы не лишены возможности лично глядя в глаза поговорить с человеком. А я очень люблю такие разговоры. Другие не любят. Я люблю. И поэтому не надо о нас ничего за глаза говорить. Как минимум, если вы пользуетесь нашими мозгами для своего хозяйства в свою пользу. Как минимум. Мы уж не говорим, что вы могли бы где-то защитить нас. Ну, вообще, вот, по определению. Сказать где-то, ну, не надо о них говорить, если вы не смотрите канал. Зачем вы говорите то, о чем вы не знаете, потому что вы не смотрите, как говорите. Мое предположение, что человек живет у нас на канале. Просто от начала до конца. Ну, странно тогда, что он так мало знает всего. У нас такой полезный контент в смысле знания. А он ничего не знает и при этом, блин, у нас на канале живет. Но по-другому он бы не мог сказать, что мы то делаем или то не делаем, и здесь мы ошибаемся. Надо знать, понимаете, смотреть. Мы, еще раз, чтобы вы понимали, не говорим, что мы Д'Артаньян и другие все это самое. У нас контент тоже в основном развлекательный. Мы показываем свою жизнь, как мы учимся обслуживать птицу, растить ее и так далее. Контент информативный, лекционный может быть только у человека, который отучился в институте, там или где, или курс хотя бы закончил. Или имеет право. Имеет образование ветеринара, зоотехника, еще кого-то, но не водителя, не юриста, не экскаваторщика, не инженера, не авиациента. Да. Это не будет обучающий контент. Вот. Мы делимся своим опытом, немножко развлекаем, надеемся вас, показываем о своей жизни, о своих каких-то там решениях, там конструктива в постройках, еще чего-то, еще чего-то. Но то, к чему пришли, в силу ошибок, может быть, в силу ошибок. Но мы никогда не скажем, что у нас обучающий контент. Нет. Нет. У нас больше развлекательный контент. Даже иногда устаешь, что говорить, ребят, мы вас не учим. Мы вас не учим. А вот вы нас учили, мы не учим. Мы делаем так, мы вам показываем как. Все. Почему мы так делаем? Объясняем. Откуда мы взяли информацию, чтобы вы могли оценить? Кто еще так делает, если не только мы? И вот в этом и есть, как бы, мы забираем всю эту информацию для того, чтобы вы понимали, что это не просто у нас там в башку ага, тюкнуло, и мы это что-то там делаем и вам показываем. Это набор информации, знаний, которые мы наматываем у себя на ус. Да, мы уже говорили. Много времени. А потом выдаем вам что-то на подумать. Короче, вот, ребят, но на самом деле мы все, что мы вам говорим, все, что мы когда-либо сказали, не было ни одной фразы, которая бы не имела какого-то либо дополнительного подтверждения, либо не была проверена нами многократно. Но люди имеют свойство, те, которые очень любят нас обсуждать, додумывать фразы. То есть, если я говорю, что я знаю об одном комбикорме, в котором используется антибиотик, а он не описан на сайте у них в составе комбикорма, то человек тут же начинает додумывать о том, что я сказала, что все антибиотики, ой, все ПК-5 содержат антибиотики, это инсайдерская информация, и мне кто-то это тайком сказал. И начинается такой понос словесный, с которым, ну, даже я-то, знаешь, мало могу выдержать такую конкуренцию, потому что он просто сам себе на ходу придумывает то, в чем нужно утыкнуть нас. А этого никогда не было, не сказано, не сделано, не как-то там намекали ему как-то об этом, или что-то. Он там разговор-то был. Просто сам себе в башке придумывает вещи, переворачивает их и выдает на попа за факт. Вот это как раз и обидно. И чтобы, допустим, эту тему замутить, денег много не надо. Анализы там, антибиотики, ну, вот я когда последний раз был в лаборатории, я сдавал туда тушку и корм на анализы, мне говорили, вроде бы, что вот лаборатория, в которой я ездил, она делала анализы по трем видам кормовых антибиотиков, которые наиболее часто, или которые допущены к использованию в кормах. По трем, по трем антибиотикам. Стоимость этих анализов, я буду собрать, там, 300-1000 рублей. Значит, антибиотики тетрациклиновой группы будут стоить 18 534 рубля 62 копеек. Туда входит тетрациклин, левомицитин, оксид тетрациклин. Флавомицин, получается, сюда даже не входит, да, который сам распространенный в комбикормах. Ну, тетрациклиновую группу нет. Потом есть хиналонов группа. Ладно, в общем, я понял, это все очень дорого получается. Каждая группа в районе 15 тысяч. В районе 15 тысяч. Автор «Пицца домашняя» любит критиковать их со своего канала, да, вы все это обратили на это внимание. Но вот теперь мы немножко покритиковали его. Вот, у нас на самом деле, вот, мы не хотим эту тему развивать, просто коснулись, потому что уже это становится не смешно, да, столько внимания. Его внимание должно было быть не в этом, вот, не вот в этом. А его внимание должно было быть в виде репоста нашего расследования о комбикорме. У нас есть переписочка, да, где он говорит отчетливо, что если вы найдете корм, содержащий антибиотики, о которых производитель не говорит, я репостну вас. Мы нашли. До сих пор репостит. Он нам записал даже ролик отдельный для нас специально, но где обсирает, там называют троеклассники, не пойми кто, мордой в дерьмо, там, по-разному, да, как бы, а исконно договор свой не выполнил. Мы нашли комбикорма, в которых производитель не указывает, что они содержат антибиотики. Мы имеем в виду ПК-5. Репост не последовало и нахрен не надо. В общем, товарищ-то получается, как бы так помешать, необязательный, вот, а других... Мир, дверь, мяч. А других обсуждать любят. Очень сильно. Да. Причем так с понятием дела, с расстановкой вопроса. И по поводу позерства, вот он тут это все, позерный. Ой, слушайте, я не знаю большего позера мужского рода среди птицеводства. Канал заводил явно не для птицы, а показать, какая бицуха у него и это самое... Да не такая. Дельтовидная мышца. Нет, но поначалу, там что-то было поначалу роликов, когда он писает на... С чем сравнить? Не, ну, конечно, чем сравнить. Знаете, как это называется? Так, чтобы уже подвести итог, да, и я никому не желаю этого, и нам, тоже не желаю. Есть такое свойство человека периодически цеплять такой порог, он очень просто называется, называется он гордыня. И вот избави нас, как говорится, Божьей от гордыни, да, понимаете, люди такие, животные, которые периодически вот им зажираются, вот цепляют вот этот вот грешок, их надо окунать в холодную воду. вот, надеюсь, что мы сами в состоянии себя окунать периодически, да, вот, и другим желаем, так что, в принципе, вот все, что хотели сказать по этому вопросу. Видео он наше, конечно же, смотрит, причем, может, даже не по разу, может, махать наберется, но при этом, при всем, ему в кайф, понимаете, нас обосрать. Безосновательно, не имея возможности ответить ему, я чувствую себя дискомфортно сильно. Если кто-то где-то, где-то кто-то полоскает мое имя, но не приводит при этом к какой-то достаточной четкой аргументации или поставит под сомнение мои слова, вот, можете, можете больше на этот канал лучше не заходить, потому что я, как правило, на все опьянения в свой адрес, если они высказаны на моем канале, всегда, как правило, отвечаю и всегда делают аргументированное. Если где-то какую-то грязь разводят на стороне, то это, как правило, человек, который боится вступить со мной в открытый диалог, потому что у него либо не хватит аргументации, либо просто все это высосано из пальца. Все, ребят, заканчиваем. Если хотите поджать, пишите на стриме, у него гудуновский бройлер, будет весело. Всем пока!